Сегодня я хочу сделать еще один урок в серии, из серии Хекер Халаха по Мишнабруре. А дальше уже, если мы продолжим эту серию, будем обсуждать, может быть, другие важные книги по Халахе. И я хочу, так сказать, все остальное, что я еще не рассказал, про автора Мишнабрура, обсудить здесь. В частности, какие его самые главные псаки, что он считал самым важным, такие вещи, как изучение Торы и не гоняться за люксусом, так сказать, за наслаждениями. Несколько цитат приведем из Мишнабруры. И, в общем, разные уроки Мусара, которые приводят в Мишнабруре, несколько еще клалим, так сказать, общие принципы. Начнем с того, что, как я уже говорил, есть несколько особо любимых равинов, которых Мишнабрура цитирует больше всего, книги, на которые больше всего полагается. Про Вильницкого Гавана я уже говорил и заметил автор двух статей, о которых я уже говорил на предыдущих уроках в журнале «Юшурун». Он заметил, что ни разу автор Мишнабрура не говорит нигде «Дело Кехагра». Он практически, по отношению к другим равинам, которых он много цитирует, иногда он постановляет халаху не как этот раввин и говорит, что это не как данный раввин, что в данном случае он следует халахе и постановляет халаху не как какое-то мнение. По отношению к грау, у него, видимо, настолько он его уважал и настолько полагался на него, что ни разу, говорит, не упоминает такое выражение «Дело Кехагра», что это не как гра-индиоты. Но вообще понимать грау очень трудно, ведь гра во многих местах в Шухонарухе не старается постановить халаху. И часто есть традиции от имени учеников гра или даже у самого гра в более поздних писаниях, где видно, что он по-другому считает сам. Поэтому очень многие мудрецы считают, что когда гра пишет в Шухонарухе, он просто приводит источники для автора Шухонаруха. То есть основная цель комментариев вильницкого гаона к Шухонаруху – это не постановить халаху, а просто привести источники. И бывает, что сам он склонялся к другому мнению, но, по крайней мере, если это не очевидно, или в тот период времени он же был моложе гораздо, когда написал комментарии к Шухонаруху, чем многие другие его писания, то поэтому вполне возможно, что на самом деле сам гра не считал как то, что он приводит источник. Бывает, что и в Шухонарухе он спорит с Мехабером или с Рымада, с Рабьёс Мамкарой или с Рабьей Мошей Исерлисом, но это случается не так уж часто. Основная цель комментариев вильницкого гаона – это найти источники на все. В Талмуде, в Мишне, иногда даже в Письменной Торе, иногда в Медрашах, даже на Менхагим пытается гра найти источники. Поэтому совершенно не факт, что можно всегда понять, какое мнение у самого гра. Я уже говорил, что Мишнабрура, хотя его автор данных статей считает как бы человеком, который вышел из бед Медраша, вильницкого гаона, в каком-то смысле, конечно, не напрямую, это было несколько поколений после гра он жил, но имеется в виду, что он в основном очень полагался на учение гра и его учеников. Может быть, но во всяком случае он не был таким уж специалистом именно в писании гра. Он не был гранником, как сегодня называют, те, которые только занимаются в основном гра и исследуют только гра. Поэтому удивительно, что еще сын автора Мишнабрура, который написал его первую биографию, пишет, что Хофицхайм считал, что он иногда понимает гра лучше, чем один из главных комментаторов. Знаете, вот к Шухонараху Орахаем секции «Комментария Вильницкого Гаона» есть такой комментатор Дамеса Калиеза, который, естественно, вложил очень много, чтобы понять в писании Вильницкого Гаона, и он был, наверное, гранником таки. Так вот, автор Мишнабрура часто понимал гра по-другому, чем этот автор, и считает сын автора Мишнабрура, что его отец лучше понимал гра. Но я знаю, что бывает немало случаев, когда такие современные мудрецы, как Рамош Тарамбух, который больше относится именно к гра и сам является потомком гра, когда они поддерживают такие понимания Дамеса Калиезера, а не понимание Мишнабрура. То есть, гра вообще очень трудно понять, и, как я сказал, что именно считал гра, не всегда ясно, и из-за того, что он не всегда это открыто пишет, и из-за того, что вообще в описаниях труднее разобраться. Вот приведу один пример. По пониманию автора Мишнабрура, гра вообще не соглашается с идеей, что если нашли в Сеферторе ошибку, то можно просто дочитать ту алию, в которой находишься, и сделать броху. Потому что, по мнению автора Мишнабрура, это будет брохо Леваттала, согласно гра, и что нужно все начинать заново, раз нашли ошибку в Сеферторе. Но Дамеса Калиезер не так понимает описание гра, и на самом деле есть место к пониманию Дамеса Калиезер. Но вдаваться в детали я сейчас не буду. Еще один раввин, которого, как мы уже упомянули, очень много цитирует Мишнабрура, даже больше, чем гра, и вообще, наверное, больше, чем любого другого раввина, это Примагадим. С Примагадим еще более сложно, тут еще больше нюансов. Во-первых, сам автор Примагадим написал, чтобы на него не полагались. Он скорее мифареш, чем посек. То есть, он объясняет слова Магенаврама и Таза. И он пишет и заклинает буквально читателя, чтобы не полагались на его псаки, пока не проверят и не согласятся. То есть, он человеком был скромным и сам не полагался на свои псаки в каком-то смысле. Он просто объяснял. И у него очень-очень много противоречий на каждом шагу в его писаниях. И поэтому, тем более трудно понять часто, что он имеет в виду тоже. И поэтому, когда автор Мишнабрура иногда полагается на Примагадим против других поским, это немножко странно. И тем более, что, опять же, трудно понять. Иногда сам автор Мишнабрура замечает, что есть тира, есть противоречия в словах автора Примагадима. Но, наверное, на Примагадим больше, чем автор Мишнабрура, никто так не полагался. Я не знаю, какие еще важные охронимы, которые жили в последние, допустим, 150 лет и писали книги Халахи. Например, Аруха Шухан тот же самый. Чтобы они так полагались на Примагадим до такой степени, как автор Мишнабрура. Это удивительно. Самые главные псаки Мишнабруры. И не только, кстати, книги Мишнабрура. Здесь многое из того, что я буду говорить, связано частично с Мусаром. Есть в других книгах Хофицхайма. Я бы сказал, что самое важное для Хофицхайма было изучение Торы. Интересно и поучительно, что в том месте, где Шуханар говорит, чтобы человек был кове и тим, то есть имел время утром и вечером, днем и ночью, чтобы немножко позанимался Торой, то автор Мишнабрура там пишет как очевидную вещь и, видимо, считает, что и Шуханарух с этим не спорит, хотя совершенно не очевидно это, и не считали так многие комментаторы Шуханаруха. Но он там пишет как вещь очевидная, что каждый обязан заниматься Торой все свободное время. Поэтому кове и тим этого недостаточно, в принципе. Кове и тим это для человека, который весь день занят работой, то он все равно должен хоть сколько-то позаниматься Торой. Пусть, допустим, 10 минут утром позаниматься или когда-то. Но если у человека есть свободное время, допустим, он работает всего 8 часов в день, и у него есть еще 4 часа свободных, то, по мнению автора Мишнабрура, он все свободное время обязан изучать Тору. И, как я сказал, автор Мишнабрура даже не приводит всех тех мудрецов, которые спорят с этим, и тех, кто считает, что и Шуханарух с этим спорит. Он считает, что объясняет слова Шуханаруха, а не спорит с Шуханаруха. И вообще изучение Торы для автора Мишнабрура было невероятно важным. Не только во книге Мишнабрура, а во многих его других книгах. Он постоянно это подчеркивал и поддерживал. Конечно, в его время был очень большой отход от Торы, и в особенности не любили тогда учеников Ешив, и в особенности перестали тогда спонсировать, деньги давать на Ешивы. И весь народ отходил от Торы очень сильно. И поэтому неудивительно, как Лофис Хайм все время в своих книгах подчеркивал, как это важно, какая-то большая заслуга поддерживать учеников Ешивы. И даже интересно, что вот в известном вопросе, что есть во многих местах в Талмуде и в Мишне, описывают наши мудрецы важность, чтобы человек дал своему ребенку профессию. Лиламдоуманут. Даже в субботу разрешается договариваться с каким-нибудь мастером, чтобы взяли ребенка в подмастерье. Хотя в субботу нельзя говорить о буддичных темах, но это считается митцва. И тем не менее, автор Мишнобруры приводит, как будто есть диспут на этот счет. На чем это основано? Хотя, как я сказал, во многих местах в Талмуде, в том числе в первом перике Кидушин, как очевидная вещь, приводится, что нужно обучать ребенка уманут. Есть такое в самом конце Кидушина в Мишне, которое больше связано с Агатой. Там какой-то мудрец Раббин Хорай. Может быть, это даже псевдоним, не имя собственное. Но этот мудрец говорит, я все профессии оставлю и обучу ребенка только Торе. И вопрос, что имеется в виду? Практически все комментаторы приводят, что Агатой Бен Хорай не спорит, что обычно человек должен обучать ребенка уманут. Но вот Бен Ишхан, например, считает, что имеется в виду, что он не будет обучать его множеству профессий. Он положится на Всевышнего и даст ребенку одну профессию, а в остальном будет обучать его Торе. Другое объясняет, что Торе будет обучать его в смысле, что он саму Тору сделает для него как профессию. Есть же много мудрецов Торы, которые занимаются именно обучать других Торе или делают что-то, что нужно для этого знания Торы. Много есть профессий, которые именно основаны на том, что человек делает что-то по Торе. И для этого вот это тоже вид профессии. Быть раввином, например, в какой-то синагоге тоже профессия. Или быть, допустим, шохетом, или человеком, который проверяет животных, или даяном, судьей. И снова профессии, которые связаны с Торой. Может быть, об этом речь идет у Рабина Гарая. Или Рабина Гарая делает свою личную гангагу, что он так любит Тору, и у него ребенок такой талантливый, что он считает, что это будет исключением. Во всяком случае, как бы ни объясняли все остальные мудрецы, никто из них не говорит, что Рабина Гарая спорит с общим принципом, что ребенка нужно обучать профессии. И в шухонарахе это блихолек, опять же, что даже в субботу можно обучать ребенка профессии. А Мишнобру почему-то делает из этого, как есть какая-то неуверенность, как будто есть диспут между Рабиной Гараем и другими мудрецами. И что даже не очевидно, какая идет халаха. Я видел один мудрец в нашем поколении буквально, вообще считал, что Рамбом постановляют как Рабина Гарай, что как будто по Рамбому не нужно обучать ребенка профессии. Хотя Рамбом в двух местах, и в законах обучения Торы, и в законах РЦ, пишет открыто, что нужно обучать ребенка профессии, это митсва. Поэтому то, что сегодня существует система колодой, где люди даже не учатся на Равинов, а просто учатся Торе, и никуда это в будущем не ведет, просто вот собираются всю жизнь только изучать Тору, и причем большая часть общества так хочет делать, то это может быть уже корень, так сказать, этого простирать, получается, на 100 лет назад Мишнобруру и подобный подход. Но, как я сказал, этот подход на самом деле очень новый, это хидуш. И, кстати, интересно, когда целую статью перевел на русский, на базе Чувы Двар Шмуэль, что автор Мишнобруру, когда Бюргаллаха цитирует этого мудреца насчет того, что лучше человеку, выбрать ли жизнь, когда он будет изучать Тору, но кто-то будет его содержать, или выбрать лучше самому себя содержать, изучать Тору только по субботам. И автор Мишнобруру очень удивляется, что Бюргаллаха так и не объяснил заключение этого мудреца, не привел на самом деле, что, по мнению этого мудреца, лучше изучать Тору. Опять же, это все связано с тем, насколько считает автор Мишнобруру важным изучение Торы и центральным. Но, кстати, и автор Мишнобруру в данном случае не привел всю мазкану этой Чувы. На самом деле, как я перевел полностью на русский язык, эта Чува включает то, что человек, который хочет изучать Тору, так сказать, за чужой счет, чтобы его кто-то содержал, добровольно причем, тоже, так сказать, своего рода партнерства, он должен при этом очень много помогать общине, и, так сказать, чтобы его Тору не ввела куда-то, что он будет там помогать проверять мизузы, например. Тоже, кстати, большое знание Торы для этого нужно. И обучать шхите, и еще что-то, и обучать других Тори. Вот тогда он, как бы, получается профессиональный раввин, опять же, в этой общине. Тогда он может брать деньги за то, что он будет только заниматься, так сказать, иньяной кодэш. Другая очень важная вещь для Мишнобруры, кроме изучения Торы, это не гнаться за лишним, так сказать, в этом мире. И это идет рука об руку, разумеется, если у человека он не будет гоняться за деньгами, за множеством удобств и так далее, то, соответственно, у него будет гораздо больше времени на Тору. Но и в этом автор Мишнобруры берет некую экстремальную, на мой взгляд, позицию. Я не знаю, кто сегодня этому следует из обычных людей. Я не говорю сейчас про людей, которые живут в бедности, потому что у них нет выхода, и, например, те, кто занимается Торой, у них маленькое пособие. Но из людей, которые работают и которым хватает, в принципе, на жизнь, то, что предлагает автор Мишнобруры, это действительно очень высокий уровень. И только такой светочек, как он, мог бы вообще такое предложить. А именно, он пишет в Шааре Ациун, что, чтобы тебя не обманула твоя Яцархара, подумай, говорит, сколько бы ты давал деньги, если бы у тебя была бы обязанность, если бы ты взял на себя содержать кого-то другого. На Никап, ты бы очень внимательно проверял, так сказать, на что он тратит, и давал бы ему только самый минимум. Да, сейчас не имеется дубльский чек, а просто, допустим, в финансовом вопросе у тебя появилось обязательство, что ты должен кого-то содержать. Ты бы ему давал так, чтобы ему еле-еле хватило. Ты бы так же должен содержать себя самого, чтобы ни на что лишнее не тратить деньги, и чтобы таким образом у тебя было больше времени на изучение Торы, чтобы ты много не работал. Это известные слова Мишнобруры, про которые уже много написано. И вот автор Шамита Леви, например, Рашмуль Вознер, пишет, что для нас это транслируется в то, чтобы не покупать новое платье на каждую свадьбу. Что, конечно, ожидать, чтобы человек так жил на самом-самом низком уровне, это практически невозможно. Да и не требуется, на самом деле. Вот то, что он постоянно подчеркивает автор Мишнобруры, еще подчеркивают, что часто от женщин это идет. Вот погоня за деньгами и желание иметь побольше люксуса, побольше удобства идет из-за того, что жена заставляет так мужа. Так вот, в принципе, вообще-то и по закону, если жена, например, из богатой семьи, то какой еврейский закон? Муж должен ее содержать так, как она привыкла. Только если она из бедной семьи, а он из богатой, тогда он содержит ее, как он привык, как у него принято. И вообще, люди, которые раньше были богатыми, стали бедными, даже община их содержит, если может, если есть деньги, так, чтобы на том уровне, к которому они привыкли. Как говорится, даже лошадь, чтобы ездить на ней, даже человек, чтобы бегал перед лошадью, имеется в виду, когда богатые люди, у них обычно был кто-то, кто бежит перед их лошадью и кричит, как такой-то сейчас появился, да, глошатай, объявляет, что появилось его величество, да. Так вот, если человек к этому привык и потом обеднел, и у общины есть деньги, то даже это они должны ему предоставить. Потому что для него это деймахсоро, это ему не хватает, человеку, который привык к роскоши. Поэтому сказать, что это мамашка по букве закона, что человек должен невероятно экономить, и что также, если жена что-то хочет, какое-нибудь новое платье или что-нибудь такое, что это все на всем этом экономить, это все, кажется, большая хумра. И еще при каждой возможности автор Мишнабруры в разных местах упоминал, как важно, по его мнению, не гоняться за лишним, так сказать, жить с минимальными потребностями. Вот, например, в законах Йомтова в конце, когда Шухонару говорит, что не следует экономить на Йомтове, и следует человеку потратить достаточно денег, чтобы устроить нормальную трапезу, там он в Бюргалахе пишет, это глава Тавку в Хафтет, а вальбешара я мим царикколя адам лицам цем, бегоцетав, зато в остальные дни каждый человек должен экономить. И говорится в Геморе, что все, что человек потратит, ему заранее приготовлено, записано ему, так сказать, с Рошашаной. Поэтому Раши пишет, что не следует слишком много тратить, вдруг ему потом не хватит. И это говорит, это говорит, хороший упрек для того, что в наше время, из-за наших множества грехов, множество людей, говорит, ломают это, и не экономят, и много очень тратят на свои хозяйства, на свои семьи, и очень много это привело к разрушению большому, это плохое поведение, и из-за этого потом начинают обманывать и воровать, и приводят к позору большому. И есть, говорит, много причин, которые приводят к этому, и самое большое, говорит, из-за того, что это женщины, которые хотят жить хорошо, богато, и поэтому они своих мужей, соответственно, подстрекают, чтобы те побольше приносили в дом, не хуже, чем у соседей. Поэтому умный человек, он не будет поддаваться соблазну, и будет все рассчитывать, сколько потратить денег, и так далее. И то же самое в начале закона в субботы, когда он, к тому, что Шуханарх написал, что следует в субботу уважать, насколько возможно, и тратить деньги на это, то, опять же, он приводит эту гемору избейцы, что все, что человек потратит на субботу наемтов, ему добавится от этого Всевышний, даст, так сказать, компенсирует его ущерб. В отличие от будних дней, как он говорит, что все остальное, да, в остальные дни ему нужно экономить, потому что вдруг ему иначе не хватит. И внизу, в шаре Ациун, опять же, он приводит эту идею вкратце, которую он привел в законах Йомтова. Что за наше множество грехов есть люди, которые все переворачивают наизнанку. И из-за этого это приводит к тому, что они воруют и делают множество грехов. В смысле, что они гонятся за лишним, и в будние дни тоже хотят жить богато, с удобствами. И даже в законах Таанит он умудрился подобное написать, что не следует слишком гнаться за наслаждениями. А именно, когда в главе, где Шухонаров постановляет, что в наше время не относится Мигила Таанит, то есть нет дней, когда нельзя поститься. Раньше были специальные дни, когда нельзя было поститься. Такие малые праздники, когда что-то произошло для нашего народа. Так вот, у нас закон, что Бетла Мигила Таанит. И на это автор Мишнобруре пишет в главе Таффа, Куфа и Гиммел, что говорит, в Рушхонах, в этом случае, нельзя поститься, без сомнения, и в наше время. И пишет автор Мишнобруре, но написали Ахроним, что даже в эти дни, когда нельзя поститься, все равно пусть человек будет осторожен, чтобы человек пусть не гонялся за лишними наслаждениями в еде и питье. То есть даже в Рушходыш, когда мисву строить трапезу, но все равно не слишком перебарщивать. Из всего этого вида, насколько для Хофицхайма это было важно, что в одной только Мишнобруре и, соответственно, в Бюргалахе и Вишаре Ациун, в нескольких местах, которые в общем отношения не имеют к данной теме, он попытался внести этот мусак, который был для него чрезвычайно важен. Другая, конечно, очень важная центральная тема для Хофицхайма это запрет на сплетни, ложь на гора. И кроме книги Хофицхайма еще несколько небольших книг написал, брошюр и книгу Шмиро Талашон, конечно, по мусару, которую мы когда-то перевели уже на русский в аудиоформате, а в самой Мишнобруре он приводит многое из этого вкратце в главе Кухнунвав, там, где вот Магинаврам приводит много разных запретов, интересно, что... и вообще много разных митцв. Интересно, что митцву обучить ребенка уманут, как я сказал, Магинаврам приводит, а Мишнобрура в этом и не приводит. А вот про Лошанхара, конечно, Мишнобрура привел и ссылается на свою собственную книгу, что более подробно там все описано. Ну и конец Шаббат. Одна из самых важных тем. Да, сын Хофицхамер говорит, что из-за этого Хофицхамер печатал Мишнобруру, делал Мишнобруру и потом сдал в печать. Не по порядку, что после первого тома он сразу перешел к третьему, боясь, что так он не сможет завершить. Мало ли, когда человек умрет. Он, кстати, прожил очень длинную жизнь, но никто не знает заранее. Поэтому он боялся, что не успеет и решил сначала издать третий том про субботу, а потом уже все остальное. То есть после первого сразу перешел к третьему. Кстати, еще там пишет сын Хофицхамер, что часть этого третьего тома, небольшие части он сам делал, в смысле сын делал, а Хофицхамер проверял, и в результате поэтому, говорит, сын Хофицхамер есть некие противоречия в том, что написал, какому мнению следовал сын Хофицхамер в тех местах, где те главы, которые сделал он. Хотя многие оспаривают этот вопрос. Но, казалось бы, сын Хофицхамер должен знать лучше, чем кто-либо после него. Значит, в отношении к субботе несколько важных мест, где Хофицхам, конечно, вовремя хилл шаббат становился все более-более распространенным, поэтому Хофицхамер немало говорит общих слов о важности соблюдения субботы. Но, кроме всего прочего, конкретные виды запретов субботы, которые люди не очень-то соблюдали, или по незнанию, или по привычке, и вот это Хофицхамер подробно очень обсуждает. И здесь, конечно, речь идет уже о людях, которые, в принципе, хотели соблюдать шаббат, но просто не совсем знали, как. Один из хороших примеров это, конечно, Шитагра насчет того, когда начинается шаббат. И вообще начинается ночь, сафик ночь, да, начинается Бенашмашот. Это заход обычный солнца. Как я уже не раз говорил, по мнению Рубина Тама, обычный заход солнца это еще не конец дня, и не начало Бенашмашот. Что почти час после обычного захода начинается Бенашмашот. И потом 72 минуты после захода Бенашмашот заканчивается. Есть, на самом деле, по-моему, Рубина Тама тоже разная интерпретация, но я сейчас упростил и привел самую распространенную интерпретацию, что начинается Бенашмашот 58 с половиной минут после захода, окончается 72 минуты после захода. Так вот, этой Шитии следовали даже люди вокруг Гра в Вильнюсе после его смерти. Да, учреники Гра не смогли в этом плане повлиять, чтобы Шитагра была полностью принята. Поэтому в Вильнюсе тот же Хаядам все еще писал, что люди зажигают свечи какое-то время после захода солнца в пятницу. Но вот Мишнобрура очень сильно держит на Шитугра, хотя и Шитурабену Тама он не разрешает оставлять, в отличие от Хашухана, который полностью, видимо, в сторону Гра склонялся. Автор Мишнобрура он только в строгую сторону хочет, чтобы следовали Гра, но не в мягкую. Поэтому то, что сегодня, например, в Америке и в других местах люди ждут 45-50 минут после захода солнца многие в Моци-Шаббат по Мишнобруре скорее всего это неправильно. Хотя, если только не сказать, что и Робину там согласиться, что в каких-то случаях не нужно так долго, как 72 минуты ждать, но я уже говорю в другом месте, что это маловероятно. Скорее уж в Европе и в Америке нужно ждать дольше, а не меньше. Ну, по крайней мере, сегодня Шита Гра очень распространилась и в мягкую, строгую сторону, хотя не полностью в мягкую. Полностью в мягкую сторону по Гра в субботу заканчивалась очень рано. А у нас обычно в большинстве мест в Америке ждать минут 45-50 где-то так в календарях написано. Некоторые ждут час. Но, в таком случае, 72 минуты буквально ждут отдельные группы в основном венгерских и румынских евреев подавляющее большинство так долго не ждет. А Мишнабруру, он, с одной стороны, продвигал в строгую сторону Шиту Гра, но, с другой стороны, Рабину Тама он не может, так как он всегда идет за большинством решением, а большинство это решением считают как Рабину Там, поэтому не может оставить эту Шиту полностью. И, кстати, интересно, что Маханехаим, написанный для солдат, он практически полностью полагается на Рабину Тама, даже в мягкую сторону, если требуется для солдата. А другая тема, связанная с субботой, это, конечно, Борер, одна из самых сложных работ. И там немало Хоффитсхайм пишет, опять же, как люди многое делают неправильно, в каких-то случаях он немножко может найти оправдание, но в каких-то случаях он полностью против того, что люди делают и пытается объяснить, как правильно избегать запрета Борер, выбирания в шаббат. Интересно, что вот это одно из мест, где Аруха Шухан процитировал Мишнабруру, как я уже говорил, Аруха Шухан видел третий том Мишнабруры, и он там нашел оправдание в одном из случаях, когда автор Мишнабруру не смог найти оправдание, Аруха Шухан нашел немножко. Еще один пример, это заваривание чая, где тоже автор Мишнабруру очень подробно описывает, что то, как люди это делают, они ломают шаббат и сторы и заслуживают, как говорится, закидывания камнями, в случае, когда нас никогда почти не оказывали смертью, как я рассказывал в другом месте, это все теория, но в любом случае что-то очень все строго, и поэтому нужно быть очень осторожным и объяснять, как правильно заваривать чай, так, чтобы это сделать почти по всем мнениям, чтобы никаких запретов не было, и даже беспокоиться о запрете, там заодно на всякий случай, что вдруг это цвия биохлим, что если относится даже цвия к жидкостям, которые можно выпить, к напиткам, запрет красить, то, соответственно, лучше добавлять, например, в уже заварку, которая была сделана до субботы, из второго стакана наливать горячую воду, прозрачную, а не наоборот, в смысле, добавляешь заварку, жидкую заварку в воду, то это немножко как цвия, то есть это вообще-то хумра, да, шухонарух не считает, что есть цвия биохлим, так Рыма пишет шухонарухе, и Рыма не делает в Коранде между жидкостями и твердыми видами пищи, но Хофицхайм даже в этом решил на всякий случай за одну упомянуть, что желательно так сделать, чтобы и эту проблему избежать. Во всяком случае, его псаки, я бы сказал, в законах субботы в основном склоняются скорее в строгую сторону, и бывает, что он следует только каким-то мнениям, и можно было бы найти оправдание, но тем не менее, он старается все поддержать на высочайшем уровне, и, как я уже говорил, Минхак для него особой роли не играет, тем более, что часто Минхак связан просто с незнанием, поэтому пытается всячески везде остановить, чтобы они не ломали шаббат. Еще один общий принцип Мишнобруля, который важно знать, что когда он цитирует каких-то мудрецов, не факт, что он их цитирует в точности, и бывает, что он их цитирует специально по-другому, так кажется, по крайней мере, что это не потому, что он не случайно там написал не совсем как их слова, а все дело в том, что он именно специально изменил немножко их слова, ведь Мишнобрура, Афтон Мишнобрура, он был медайк, как говорится, каждым словом, он не просто писал, так сказать, быстренько, он раздумывал на каждом слове, как правильно написать. Бывает была разница между, например, одним изданием и другим. Последний Любавичевский рэп приводит в одном из сихот, что там он чуть-чуть изменил слова, когда думал над каждым словом, как правильнее сказать, как правильнее не задеть чужое уважение и так далее. Так вот, в случаях, когда мы видим, что он процитировал не совсем точно, особенно книги, которые хорошо доступны, и не то, что он мог не иметь просто оригинала, то ясно, что он специально это поменял. Приведу парочку примеров. Скажем, в законах чтения Шнаймикровехатаргум, митцвы каждому мужчине, по крайней мере, прочесть недельную главу дважды на иврите, один раз на арамейском или с Раши. Мишнобру пишет, что желательно не прерываться при этом. Но если вы посмотрите в источник, Бергейтеф приводит имени каббалистов, что это большой Исур, он пишет, большой запрет прерываться. Но Мишнобру не мог такое переварить, какой может быть большой запрет в этом. Максимум это Хум Раби Алма, поэтому он написал, что желательно. Ведь любое изучение Торы желательно не прерывать вообще, довольно-таки строго на самом деле с этим человек занимается Торой, в этот момент прерывается. Но, во всяком случае, здесь это не то, когда нельзя ни на что отвечать, кроме определенных случаев. Разумеется, когда человек занимается Шнаймикровихатаргум, желательно не прерываться. Еще пример. По каббале не следует ночью заниматься письменной Торой. И даже есть опасность в этом, согласно Рязалю. Автор Мишнобру всего лишь приводит, что желательно устной Торой заниматься ночью, а письменной днем. Потому что так, согласно Медрашу, Моше получалось и вышло. Днем письменной Тори, а ночью устной. Кажется, в пирке дра блезает этот Медраж. Я уже говорил, что вообще автор Мишнобру не очень-то Кабалу, идеи Кабалы цитируют в своей книге, только если они процитированы уже Магин Аврамом и другими по ским. И в общем, она наверняка следовала мнению Гра, что Кабала не противоречит открытой Торе. Не как, скажем, Кафахаим или Хасидские книги, которые считают, что вот так-то по открытой Торе, по Талмуду, а так-то по Кабале. Гра всегда считал, что противоречия обычно нет. Иногда бывает немножко строгости у Зогара по сравнению с тем, что в Геморе, но опять же и во время Геморы были разные строгости и хумры. Например, Зогар считает, что не следует не только после мяса есть молоко, но и после молока нужно ждать час, и потом только есть мясное. Но есть подобные хумры и с времен Талмуда тоже. Некоторые из мудрецов Талмуда, например, целые сутки ждали между мясным молочным, и так позже делали Резаль. Поэтому в вещах, в которых Кафахаим и другие каббалисты считают, что мамаш есть разница между мнением Кабалы и мнениям Открытые Торы, в этом игра, как правило, спорит. Например, идея, что нужно именно сидеть, когда надеваешь тфилиншельяд, и так же, когда читаешь шма, а стоять, соответственно, когда надеваешь тфилиншельрош, ну и, соответственно, в шмоне эсре. Единственное, что из этого есть в Открытой Торе, это что нужно стоять во время шмоне эсре. Теграс считал, что и по Кабале это не так, что сидеть это лавдавка. Можно сидеть, а можно стоять. И так у него много есть объяснений, что Зухар не противоречит Талмуду Поэтому если автор Мишнабруры тоже так считал, а он наверняка так считал, как Гра То тогда неудивительно, что он не стал приводить разные идеи именно по Кабале Потому что он наверняка считал, что многие из этих идей на самом-то деле Это либо просто хумры, которым не место в обычной книге Халахи Либо они на самом деле неправильно понимают идеи Кабалы И наконец напоследок хочу сказать, что конечно мы все обязаны очень автору Мишнабруры Он сделал колоссальную работу, очень много вопросов обсуждает И все это в одной книге, и в этом была цель Но если цель была, как некоторые приводят от его имени Что он хотел, чтобы все насущные вопросы можно было найти в Мишнабруре По данным темам, по тему Рахаим То в этом, на мой взгляд, это невозможно вообще и конечно же не получилось Это слишком большая цель, чтобы все насущные вопросы поместить Я сейчас не говорю о вопросах, которые возникли после Хофицхайма Или о которых он специально не касался Самых современных ему вопросов Электричества, например, и подобное Я говорю о вещах, которые в принципе относились во все времена И такой вопрос могли задать и тысячу лет назад И две тысячи лет назад Но в Мишнабруре нету гилуидат Не на все есть ответы Поэтому та история, которая приводит якобы Что Хофицхайм однажды молился в Моции Йом-Кипур И искал случайно Хамелых Акадош вместо Акера Кадош И расстраивался, что у него в Мишнабруре не написано Йоцэ человек или нет Что в принципе, как Хофицхайм однажды, другие написали чек Йоцэ И искал Хамелых Акадош Так же, как и искал Хамелых Амишпад После десяти дней раскаяния Но автор Мишнабрур ничего не привел про Хамелых Акадош Только про Хамелых Амишпад И вот говорят, что очень расстраивался из-за этого Так вот, мне это кажется странным Потому что есть сотни других вопросов Достаточно открыть любую пискетшу от любого тома И посмотреть на те вопросы, которые он касается Эта книга написана на базе Мишнабруры То есть он отпрыгивает, как трамплин, использует Мишнабруру Но потом приводит разные другие вопросы Хотя часть вопросов, конечно, как я сказал Во время Хофицхаева вы не задали Например, связанные с электричеством Или даже с путешествием между Израилем и Хуслаарес Это не так часто встречалось в его время Это был редкий вопрос Сейчас летают постоянно Но есть, может, простых вопросов Которые Мишнабрура не касаются Откройте любой том и посмотрите Вот, например, простой вопрос Нужно ли детей обучать, чтобы они тоже читали Шнай Микровия Хаттаргум Что делать, когда две субботы подряд Или три субботы подряд Мы читаем одну и ту же недельную главу Когда читать Шнай Микровия Хаттаргум Допустим, это будет как Песок, скажем, падает на Шаббат И последний день Песка снова на Шаббат И только потом продолжает недельную главу Можно ли сразу начинать Шнай Микровия Хаттаргум Или нужно ждать последние недели И на этом я на сегодня закончу И, как я уже говорил, я не собираюсь Больше обсуждать подробно уже Мишнабруру И если вообще эта серия Хакер Халаха продолжится То мы перейдем, возможно, к другим книгам И общим принципам, на чем они основаны И урок посвящался И флошлема Шерей Саббатсония Адаса Батахова в Ихол Исраиль